Всем привет! Вы смотрите Sapient Channel, а значит вы на верном пути. Наверняка вы слышали во многих композициях плавное ускорение или замедление темпа. Об этом мы сегодня и поговорим, но для разминки... Одна из полезных и часто употребляемых вещей это инструмент Time Selection. Он активируется, когда вы проводите левой кнопкой мыши по верхней части основного рабочего окна. Использовать его можно, чтобы выделить какую-то часть проекта и экспортировать только ее. А также, включив кнопку луп, можно зациклить какой-то эпизод и послушать его много раз подряд. Например, можно зациклить таким образом бит и под него играть. Но часто бывает, что когда мы перемещаемся по проекту, создаем Time Selection случайно и это очень мешает. Чтобы этого избежать, можно нажать кнопку Lock или горячую клавишу L на клавиатуре и Time Selection перестанет создаваться. Также можно скопировать отдельный участок, выделенный Time Selection. Собственно, создаем новый регион, выбираем нужный MIDI-объект и тянем его с дожатой кнопкой Control. Точно так же можно работать и с несколькими объектами. Сочетание клавиш Alt-Ctrl-M показывает мастер-трек в основном окне программы. По умолчанию он включается с видимой огибающей Tempo Map, то есть карта темпа. Точки создаются точно так же, как и на других огибающих, с зажатой кнопкой Shift или зажатой кнопкой Control. Разница лишь в том, что в этом режиме нельзя создать плавное ускорение или замедление темпа. Темп будет меняться резко в том месте, где мы поставили точку. А кроме того, этот режим влияет только на MIDI-партии, аудио остается таким же, как было. Также в меню выбора огибающих мастерового канала есть огибающая Play Rate. Вот она влияет на любой тип дорожек, что аудио, что миди. Но, разумеется, со своими нюансами. Эта огибающая рисуется точно так же, как и прочие огибающие и позволяет создавать плавные перепады темпа. И в случае с миди-дорожками мы получаем хорошее и плавное замедление или ускорение. Здесь так же действуют и остальные режимы работы с огибающими. С аудио дорожками все обстоит несколько иначе. Из названия можно понять, что она управляет скоростью воспроизведения. И если миди-дорожки просто замедляются или ускоряются, то аудио дорожки при этом модулируют. То есть меняют тональность. Соответственно, если мы замедлим проект, в котором есть и аудио, и миди-дорожки, то в музыкальном смысле получим кашу. Я попробовал с этим бороться. И сходу мне удалось придумать такой вариант. Допустим, мы замедляем трек. Замедлил я ровно в два раза. И соответственно, тональность опустилась на октаву. Находим какой-нибудь плагин PitchBand. Я возьму стандартный Reapitch. Здесь верхняя ручка управляет плавным изменением тональности в рамках двух октав. Создаем огибающую для этой ручки. Если не помните как, можете пересмотреть мой урок. Ранее я об этом рассказывал. И рисуем огибающую зеркально. Кто не знает, октава состоит из 12 полутонов. Соответственно, на 12 нам и нужно подняться. Возможно, есть способы и получше. Все-таки PitchBand несколько портит звук. Если вам интересно, пишите об этом в комментариях. И я попробую поискать способ получше. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok